Традиционное мероприятие для новобранцев состоялось сегодня в Воскитимском районе. Трое молодых парней, готовящихся пополнить ряды российской армии, собрались в кабинете главы района для получения повесток, поздравлений, напутственных слов и подарков. Еще недавно сын был маленьким мальчишкой, а сегодня без пяти минут солдат, вспоминает мама призывника Марина Емельяненко. Говорит, Владимир рос активным ребенком. У садика у нас не было, мы жили в школу, уже здесь в Воскитиме ходил, активный. Окончив колледж, Владимир Сазонов устроился работать электромонтером. Сейчас ему предстоит пополнить ряды военно-космических сил. Юноша не исключает возможности, что после срочной службы свяжет свою жизнь с армей. Может быть, я и по военной части пойду дальше служить, если получится. Я не против. Во Всероссийский день призывника в торжественной обстановке боевые повестки получили трое жителей из Китимского района. Это ребята из поселка Чернореченский и Лебедевки. Ребята будут призываться военно-морской флот, войска национальной гвардии и также те, кто у нас обучались по специальности военный водитель. Глава из Китимского района Юрий Саблин поздравил парней с праздником. Пожелал хорошей службы и скорейшего дембеля. Служба в армии – это всегда почетно, это всегда престижно. Поэтому уверен абсолютно, что когда вы придете домой после службы, вы станете уже другими людьми, вы будете самостоятельные, вы будете мужественные. Осенняя призывная кампания продлится до конца года. За это время военкомату предстоит направить в ряды вооруженных сил Российской Федерации более 60 жителей из Китимского района. Продолжение следует...